Как я, выходец из России, общаюсь с американцами. Привет из Нью-Йорка, я здесь живу 5 лет, с 2019 года, и мы сейчас с вами будем гулять по Манхэттену. И я работаю в американском коллективе, у нас на самом деле люди из разных стран, и со всеми мы общаемся. И вот мои интересные наблюдения, как я общаюсь с американцами. Американцы у нас здесь тоже есть, которые родились в Америке. Так вот, я в восторге от американцев. Это очень позитивные люди. Я знаю, например, одну женщину на работе, мы с ней видимся только, когда я ухожу с работы, она приходит на работу. Она такая позитивная, она всем делает столько комплиментов. Это такой дикий восторг просто. И я от этого, разумеется, в восторге. Американцы любят и умеют делать комплименты. Американцы любят и умеют находить в вас положительные стороны. Американцы могут сказать вам, вау, ты так хорошо справляешься с тем-то, с тем-то. Вау, твой американский английский стал такой хороший. Но они просто говорят английский. Вау, ты теперь говоришь намного лучше, это так круто. Или вау, какая интересная кофта, где ты ее купил, тебе очень идет. Или еще что-нибудь. Американцы – это люди, которых с детства учат быть личностью, причем учат быть счастливой личностью. Ребенка с детства учат. Ты должен быть счастливым. Найти работу, которая сделает тебя счастливым. Или перейдем к сути, о чем общаются сами американцы. У меня, например, есть на работе люди, которые обожают американские виды спорта. Бейсбол, вот я знаю, точно они обожают. И они все время что-то обсуждают. Где-то какие-то кубки проходят, они билеты покупают, туда едут, смотрят. И у них на работе это очень часто идет такое ярое обсуждение. Но оно такое позитивное обсуждение. Я иногда краем уха слушаю, но я правила бейсбола особо не знаю. Поэтому, если честно, мне не особо. Но интересно наблюдать, как люди общаются. Вот вы знаете, сразу видно, что у людей в этой стране не было 90-х в том понятии, в котором мы его вкладываем. Потому что у людей здесь позитивный такой легкий настрой. Он такой какой-то воздушный, что ли. И что интересно, американцы, очень многие выглядят молодо. Просто вот как будто бы спят у косметологов. Просто как будто бы, не знаю, криокамера у каждого дома стоит. И они на завтрак ботокс себе просто накладывают. Я в восторге. И я когда увидел, я сначала подумал, подождите, а как? А потом я понял, здесь хорошее питание, здесь хороший воздух, здесь меньше стресса. Но, разумеется, люди все равно найдут из-за чего переживать. Потому что люди такие создания, которые переживают из-за всего подряд. И я, кстати, тоже такой человек, который переживает вот из-за каждой мелочи. Но когда в глобальном плане происходит что-то серьезное, я могу быть собранным, настроенным и решать свои глобальные вопросы. А когда что-то из мелочей у меня, например, рушатся, какие-то планы, то я могу расстроиться. А когда что-то серьезное, глобальное, то я собран и решаю. Это вот удивительно. И когда с американцами работаешь, во-первых, мы общаемся насчет работы, на рабочие темы тоже, это понятное дело. Мы можем обсуждать какие-то фильмы. Например, я как-то обсуждал завтрак у Тиффани. И я сказал, что у меня есть такая мечта поехать к этой витрине Тиффани, этот магазин все еще есть, и скушать там кофе и булочку. Но я рано утром туда просто не поеду. И у меня коллега говорит, что он тоже раньше хотел это сделать. Потому что это очень знаменитое такое место. И событие, когда вот она кушает булочку такая утром, помните? Завтрак у Тиффани. И булочки здесь до сих пор такие продаются, в таких пакетах. И такие же чашки кофе. То есть вот один в один. У меня когда... Да вот справа, в таких магазинчиках, в таких маленьких киосках, все это и продается. А булочки здесь великолепные. Здесь еда в Америке настолько восхитительная. Особенно сладости, особенно булочки. Особенно всякая выпечка. Они настолько сахарные. Я сейчас слюной тут все закапаю. В общем, еще американцы, например, могут обсуждать, чисто вот по моему опыту, у кого какие планы на выходные? Кто что пойдет делать? Кто что интересное знает про Нью-Йорк? Про какие-то мероприятия? Эвенс. Или кто куда полетит отдыхать? Кто хочет что-то посмотреть? Здесь много эмигрантов, и люди иногда летают туда, к себе на родину. В Африку, например. Я знаю человека, который вообще в отпуск летал в Африку на раскопке. Или в Индию, например. Здесь же все-таки весь мир живет. И очень интересно, кстати, мне нравится то, что у разных людей из разных стран разные акценты. Из Индии. Вот я людей очень хорошо понимаю, людей из Индии. Все-таки люди, которые жили в Индии, они не учили британский английский язык. А американский английский, он немножко отличается. И я со школы привык слышать британский английский. Поэтому мне, например, доктор Кто очень легко смотреть на оригинальном английском языке. А когда я общаюсь с американцем, который родился и вырос в Нью-Йорке, то он говорит немножко по-другому. И я стараюсь внимательно слушать. Я чуть ли не ухо подношу к его рту. И прошу иногда, пожалуйста, помедленнее или объяснить его слова. Потому что, к сожалению, вот я хотя говорю уже чуть выше среднего уровня, но все равно я еще не все слова знаю. И не все сокращения понимаю. В общем, американцы клевые, и я от них в восторге. И одна очень немаловажная деталь в конце видео. Американец всегда объяснит другими словами. Если вы его не понимаете, и он очень старательно объяснит. Вот у меня ни разу в жизни, за все пять с половиной лет жизни в США не было. Чтобы американец как-то на меня что-то сказал мне, если я не понял его фразу. Всегда люди пытаются объяснить. И если кто-то скажет, это им по работе надо. Нет, вообще всегда американцы, если ты их не понимаешь, они говорят медленнее, если ты просишь, и объясняют другими словами. И всегда поддерживают. Говорят, ты молодец, ты учишь язык, это классно. Давай, давай, сейчас все объясню тебе. И все объясняет. Я вот от этого в восторге просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!